Для наших подписчиков выбил 15 мест на работу в заводе Citroen. Зарплата начинается от 1000 евро в месяц. Есть свои столовые. По языковым барьерам то никаких ограничений. И по опыту тоже. Дополнительные бонусы за переработку. Друзья, всем привет, это Илья. Меня зовут Алишер. Алишер, скажи, пожалуйста, где мы находимся и что это за место? Сейчас мы находимся в Варшаве и сзади меня сейчас находится завод от Citroen. Для наших подписчиков выбил 15 мест на работу в заводе Citroen. Остается очень мало мест сейчас, потому что мы уже отдали 2 места. И всего лишь 13 для наших подписчиков. Понял. Друзья, кстати, сейчас на рынке HR в Польше огромный дефицит. Это связано с тем, что ковидные меры и ограничения внесли свои корректировки. Людей не хватает. И прям буквально недавно общался тоже с товарищем HR из городка Родовский. И он рассказывал о том, что действительно нужны люди. А скажи, а какая зарплата на этом предприятии? Зарплата начинается от 1000 евро в месяц и в дальнейшем будет растена по вашему опыту. Понял. Кто нужен? Мужчины, женщины, семейные пары? Они принимают всех. И мужчин, и женщин, и семейные пары. От 18 до 55 лет. Понял. Есть какие-то ограничения по, допустим, по сотрудникам? Может быть, языковые барьеры или еще что-то такое? Так, по языковым барьерам, то никаких ограничений. И по опыту тоже. Потому что как только вы приедете, вас научат русскоговорящие сотрудники всему опыту поделиться своим опытом, и вы спокойно можете работать. Мы для наших подписчиков сделали места по работе, по монтажу сидений, монтажу и производству сидений для машин Citroёn. Самая главная особенность в этом заводе – то, что все технологично и новые технологии. Так что для работников не придется никаких сильных усилий для разделывания и подготовки сидений. Понял. Алишер, скажи, я знаю, что много твоих земляков из твоей страны работает в Польше. А на каких они вакансиях, на каких предприятиях трудятся? Смотрите, много, очень много уже пришли работать через нашу компанию. И работают в основном на заводах, на складах таких огромных компаний, как Citroёn, Peugeot, Mazda. И получают отличные заработки. Это в начале где-то 1-2 месяца вы будете получать от 1000 евро, а дальше уже будет увеличиваться. Понял. Вообще 1000 евро в наших странах СНГ, Средней Азии сложно зарабатывать в месяц? Так, да, честно, это очень сложно, потому что средняя зарплата – это будет колебаться от 150 до 300 долларов в месяц. То есть такие зарплаты 150-300 долларов? Да. Я понял. А вопрос с жильем, как решается здесь вопрос с жильем на предприятии Citroёn? Ага. На предприятии Citroёn тут с вашей зарплаты будет вычитываться 220 злотых. Это примерно 45 долларов будет вычитываться. Это там будет, так, койки. И по поводу еды, да, как, кстати, по поводу еды, тут есть свои столовые, где вы можете спокойно купить какой-нибудь завтрак, обед и ужин за 2,5, от 2,5 до 10 злотых. Я понял. То есть фактически предприятие берет на себя обязанности по обеспечению жильем. Это, кстати, очень важно, потому что если, допустим, вы едете работать в Швеции или в Норвегии или в Германии, и вы не предусмотрели заранее вопрос с жильем, это может фактически забирать 1 треть зарплаты. Кстати, так же и в США. Можно зарабатывать 2-3 тысячи долларов и тратить 1,5 на жилье. Сам лично знаю, жил в Бруклине, все это проходил. Но, в принципе, у меня вопросов нет. А вот по бонусам, есть какие-то бонусы к зарплате или за переработку, за выход в выходные дни? Рабочее время – это от 8 до 10 часов в день, 5 дней в неделю. Вы можете работать даже 6 и работать больше 10 часов и получать дополнительные бонусы за переработку. Понял. Все, друзья, мы заканчиваем. Спасибо, Алишер, тебе за вакансию. Ждем от тебя новые вакансии, ждем от тебя сторис. Кстати, очень классные сторис у тебя получаются. Спасибо. Вот. И, друзья, всем удачи, приезжайте в Польшу. Тем более сейчас огромный дефицит рабочих мест и компании просто крайне требуются сотрудники. Всем удачи. Всем пока, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok